Божаю здоровья, шановные украинцы и украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня был очень насыщенный день. Различные совещания и среди них особенно важны те, которые касаются новой международной ситуации. Провел совещание с руководителями нашей разведки, ГУР и внешней разведки, с нашими дипломатами по ситуации в Израиле и вокруг него, и по общей ситуации на Ближнем Востоке. Это имеет важное значение для нас не только для Украины, а и для всей Европы. По имеющейся информации очень четкой, Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий, и этим помог Россия уничтожать свободу в Европе. Мы видим, как российские пропагандисты злорадствуют, видим, как иранские друзья Москвы совершенно откровенно подставляют плечо напавшим на Израиль. И все это значительно большая угроза, чем мир сейчас воспринимает. Мировые войны прошлого разгорались именно по локальным агрессиям. Мы знаем, как этой угрозе противодействовать, готовим ответные шаги. А главное, защищаем необходимость максимального единства мира. Сегодня обратился к участникам парламентской ассамблеи НАТО, прежде всего, о единстве. О том, что каждому государству в мире сейчас нужно выбрать, как оно будет защищать международное право. Защищать, а не оставаться в стороне, когда террор пытается взять верх, и когда на наших глазах может сломаться еще один регион мира. Я благодарен всем лидерам и государствам, которые сейчас полностью осознают опасность и готовы работать вместе ради того, чтобы удержать ситуацию. Удержать очевидных спонсоров террора от более широкого вмешательства. Провел сегодня совещание со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Координация позиций на ближайшие недели. Также провел совещание с вице-премьер-министром Федоровым, министром образования и науки, лесовым и командой министерства. Рабочие вопросы. Еще одно. Провел замену командующего силами территориальной обороны вооруженных сил Украины. Вместо Игоря Танцуры командующим назначен Анатолий Боргилевич. Главная задача – развитие сил территориальной обороны не должно останавливаться. Спасибо всем, кто заботится об Украине и сражается ради нашего государства. Готовим новое усиление наших воинов. Спасибо всем в мире, кто имеет смелость называть вещи своими именами и защищать жизнь и порядок, основанный на правилах. Слава Украине!